Здравствуйте! Разрешите представить вам этапы постановки полимеразно-цепной реакции. ПЦР состоит из трех этапов. Это выделение ДНК из биологического материала или чистой культуры микроорганизма, сама постановка полимеразно-цепной реакции и учет результатов в виде электрофореза. ДНК-матрицу нагревают в пределах 94-96 градусов на 30 секунд 2 минуты, чтобы цепи ДНК разошлись. Эта стадия называется денатурацией, так как разрушаются водородные связи между двумя цепями ДНК. Когда цепи разошлись, температуру понижают в пределах 50-65 градусов, чтобы праймеры могли связаться с одноцепочечной матрицей. Эта стадия называется отжигом. Праймер – это короткий фрагмент нуклеиновой кислоты, олюгонуклеотид, комплементарной ДНК или РНК-мишени. Он служит затравкой для синтеза комплементарной цепи с помощью ДНК-полимеразы, а также при репликации ДНК. Затравка необходима ДНК-полимеразам для начала синтеза новой цепи с третьего конца праймера. ДНК-полимераза последовательно добавляет к третьему концу праймера нуклеотиды комплементарной матричной цепи. Время стадии отжига – 30 секунд. ДНК-полимераза реплицирует матричную цепь, используя праймер в качестве затравки. Это стадия элонгации. Полимераза начинает синтез второй цепи от третьего конца праймера, который связался с матрицей и движется вдоль матрицы, синтезируя новую цепь в направлении от пятого к третьему концу. Температура элонгации – 72 градуса. Время элонгации зависит как от типа ДНК-полимеразы, так и от длины амплифицируемого фрагмента. Обычно время элонгации принимают равным одной минуте на каждую тысячу пар оснований. После окончания всех циклов часто проводят дополнительную стадию финальной элонгации, чтобы достроить все одноцепочечные фрагменты. Эта стадия длится 7-10 минут. И заключительный этап – это проведение электрофореза амплифицированного фрагмента в огорозном геле для разделения фрагментов ДНК по длине. Производится учет результатов. Спасибо за внимание.